Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы смотрите канал K-English Elementary. С вами Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. Приветствую вас! Мы смотрим с вами разбор простых английских текстов уровня Elementary. Это самое простое, что только можно создать по текстам, чтобы это не было пресно и скучно. Здесь у нас тексты чуть-чуть более сложные, чем базовый уровень. В них используется вся базовая грамматика и базовые слова. Также я считаю, что очень важно и хорошо мы с вами можем эти тексты послушать, их для нас читают носители языка. Сегодня у нас текст о девушке по имени Карен, у которой есть брат. Брат учится где-то далеко, и они не могут, к сожалению, постоянно видеться, но зато говорят друг другом по телефону. Сперва прослушаем этот текст и разберем его более детально. Ну что, давайте теперь этот текст мы с вами сделаем. Переведем. Карен живет в Калифорнии. Ее брат живет в Огайо. Они скучают друг за другом. Они видятся только раз в год. Карен звонит ему каждый день. Она рассказывает о родителях. Она также рассказывает ему о своем дне в школе. А он рассказывает ей о своем дне в колледже. Они никогда не хотят прощаться. То есть им никогда не хочется прощаться. Ну что, давайте теперь посмотрим по временам. У нас здесь present simple lives два-три раза. Так, miss тоже present simple. See, talks, calls, tells. Видим, что здесь вообще только одно время. Present simple. Все, больше ничего здесь нет. Даже отрицаний нет. Поэтому очень просто по грамматике. Окей, напоминаю, что если у нас автор действия 1, например, Karen, то мы должны окончание S не забыть. Если авторов действия несколько, например, they, то окончание не нужно. Karen lives in California. Karen живет в Калифорнии. Her brother lives in Ohio. Ее брат живет в Огайо. Ohio – это у нас один из штатов в Америке. Калифорния также, соответственно, штат. They miss each other. Они скучают друг за другом. Miss each other. Запомните устойчивую связку. Скучать друг за другом. То есть, когда люди скучают, потому что не видятся. Им не хватает друг друга. They miss each other. They only see each other once a year. Они только видятся раз в год. Only – только, всего лишь. Each other. Опять видим эту связку. Друг друга. Они видят друг друга. Здесь они скучают друг за другом. They miss each other. А здесь they see each other. Они видят друг друга. И как часто? Once a year. Раз в год. Если у нас два раза в год. Two times a year. Пять раз в году. Five times a year. А раз в год – once a year. Раз. Один раз – это once. Karen calls him every day. Karen звонит ему каждый день. Здесь в этом тексте, обратите внимание, много каких-то слов, которые указывают на регулярность и периодичность. Например, once a year. Регулярность раз в год. Every day. Регулярность. Каждый день. Помним, что когда у нас связка слов указывает на регулярность, не одно слово, а именно связка, то мы ее, как правило, помещаем в конце предложения. Вот как в наших примерах. She talks about their parents. Она рассказывает о своих родителях. Обращаем внимание, слово talk. Elle не говорится. She also tells him about her day at school. Она также рассказывает ему о своем дне в школе. Tell – глагол направленный, после него обязательно надо указать, кому говорят. Tell me, tell him, she tells him about her day at school. О своем дне в школе. He tells her, видим уже tell her, да. He tells her about his day at college. Он рассказывает ей о своем дне в колледже. College. Помним, что это не только колледж, это может быть и институт. То есть, словом college называют любое образование, которое после школы. They never want to say goodbye to each other. Им никогда не хочется прощаться друг с другом. Say goodbye – это прощаться. До словом, как говорить «до свидания». Never – это маячок регулярности «никогда». Нулевая регулярность. Помним, что если у нас маячок времени – это одно слово, например, never, always, sometimes, то оно помещается не в конце, а перед глаголом. They never want. Вот как здесь. Не they want, never, а именно так. They never want to say goodbye to each other. И опять видим связку each other, друг другу. Так как мы говорим что, we say what, we say goodbye, и только потом указываем, кому говорим, то нам нужно здесь, чтобы появилось слово to. Запомните, кстати, по поводу say и tell очень популярная ошибка. Мы после tell всегда указываем, кому мы что-то говорим без предлога. После глагола say не обязательно указывать, кому вы это говорите. Но если всё-таки мы хотим это сделать, то есть они говорят goodbye друг другу, то мы должны дать после say того, кому говорят, через to. say it to me, например, либо tell me this. Tell her goodbye, say goodbye to her. Tell them about it, tell about it to them. То есть это разница вообще между say и tell, потому что постоянно здесь ошибки, и очень часто люди говорят что-то типа tell to her и say her, а должно быть наоборот. Tell her, say to her. То есть запомните, да, tell плюс кто, say плюс ту плюс кто. То есть say как бы связка длиннее. Ну вот, наверное, всё, о чём я хотела поговорить здесь, друзья мои. Мне кажется, безумно лёгкий текст, и словарь в нём лёгкий, и как бы контент, и грамматика. Ну давайте тогда мы с вами ещё раз его просто прочитаем. Karen lives in California. Her brother lives in Ohio. She talks about their parents. She also tells him about her day at school. He tells her about his day at college. They never want to say goodbye to each other. Отлично, друзья мои. И что нам ещё осталось? Осталось прослушать ещё разок этот текст. Осталось посмотреть на финальный слайд, где будет перевод текста на русский язык, и потом сделать свой перевод обратный, назад. Обязательно, друзья мои, прослушайте аудио несколько раз. Старайтесь не смотреть в текст. То есть ваша задача научиться понимать на слух то, что говорят. Темп у дикторов мега медленный. Медленнее уже не бывает. И если вам, друзья мои, этот урок понравился, обязательно нажмите лайк. Расскажите своим друзьям, знакомым, где вы учите английский язык. Возможно, кто-то ещё из них не знает, где начать. Бродит по этим закоулкам Ютуба, смотрит эти непонятные ролики, ни о чём, которые вроде бы имеют много просмотров, но на самом деле пользы какой-то не приносят. А я для вас делаю, специально записываю. Может быть, не самые весёлые ролики в мире, но не зато, друзья мои, полезны. И в совокупности они, конечно, дают нам результат. Ну что ж, на этом всё. Напоминаю, что меня зовут Елена Викторовна Вагнистая. Вы смотрели канал OK English Elementary. Bye! She also tells him about her day at school. They never want to say goodbye to each other.